Друзья, сегодня я собрал очередные хитрости, которые помогут в ремонте авто и не только. Когда от двигателя или подвески идет шум, не всегда удается точно определить неисправность. Конечно, хорошо выручает стетоскоп, но вот на слух далеко не каждый сможет определить даже небольшую разницу в шуме. Поэтому предлагаю взять шумомер, отрезок шланга и небольшую трубку. Завальцуем трубку с одной стороны и подключим через этот шланг на шумомер. В итоге мы получили довольно точный прибор, который при касаниях будет показывать разницу в шуме. С его помощью можно даже определить какой клапан не настроен, ну либо найти убитый гидрокомпенсатор. В том числе сравнить шум двигателей разных автомобилей. Когда чините авто на улице или в смотровой яме, очень неудобно оставлять инструмент, ну либо вообще приходится постоянно за ним бегать. Поэтому предлагаю положить в карман неодимовый магнит. Таким образом весь необходимый инструмент вы можете легко взять с собой, в том числе болты и гайки. Вы даже не представляете, насколько это удобно. Поверьте, держится инструмент очень хорошо. Кстати, этот вариант подойдет и для строителей. В итоге инструмент будет всегда под рукой. Главное не переоценить свои возможности. Да и вообще быть аккуратнее с таким магнитом, ведь можно где-нибудь прилипнуть. Как думаю многим известно, из выхлопной трубы помимо дыма, выходит еще большое количество тепла. Поэтому если надеть на глушитель шланг от пылесоса, такое тепло можно будет использовать. Например, можно разморозить замки, ну либо отогреть примерзшие колодки. Сами посмотрите, снег очень быстро начинает таять. А еще, как многие говорят, таким способом можно пригревать сразу две машины. То есть соединить их к глушителям и на одной выкрутить свечи. В итоге теплые выхлопные газы пойдут через всю систему и нагревают двигатель. В этом я конечно сомневаюсь, но если вам интересно провести такой тест, напишите об этом в комментариях. Когда необходимо использовать герметик, например для кузова, ну либо для вклейки стекол, лучше всего подходит пневмопистолет, но далеко не у всех он есть. Ручным положить его ровно практически невозможно. Поэтому делаем небольшую доработку. Убираем заводскую планку и устанавливаем на ее место пластину с переваренной гайкой. Ну а в нее уже закручиваем шпильку с поршнем на конце. В итоге получаем более совершенный пистолет. Остается подключить шуруповерт и можно выдавливать герметик с любой скоростью и равномерно. Причем без особых усилий. Если вам, как и мне, не хочется постоянно чистить снег возле гаража, оставьте возле него автомобиль с рейлингами и на них положите, например, старые двери. Таким образом снег будет копиться на крыше, а не возле гаража. Ну или можно, например, почистить территорию, используя крышу автомобиля. Ну а потом увезти этот снег тому человеку, который больше в нем нуждается. У меня, кстати, у каждого гаража работает такая методика. Можно, конечно, и без дверей увезти снег. Но тут главное не переборщить. Кстати, кому нужен хороший, почти экологически чистый снег, пишите в комментариях. Продам недорого. Бывают не очень приятные ситуации, например, когда проливается масло в салоне авто. Очистить после этого коврик бывает нелегко. Однако есть легкий и простой способ. Для начала берем обычные впитывающие салфетки, либо бумажные полотенца, для того, чтобы убрать основное количество масла. Они с такой задачей справляются очень хорошо. Ну а затем смываем этот жирный налет самым обычным очистителем тормозов. Он моментально выполняет свою задачу и почти сразу испаряется. В итоге коврик будет опять как новый. Если, конечно, его полностью помыть. Но не как я. Ну а если вам нужно загнать машину в теплый гараж зимой, и чтобы не получить там наводнение, нужно качественно удалить снег с кузова. Поможет опять же шуруповер с ершиком. Отличное приспособление на все случаи жизни. Главное не останавливаться на достигнутом и постоянно совершенствоваться. В том числе прокачивать свои самоделки. Как вам такой вариант? А еще одна хитрость, хотя даже, наверное, пожелание. Быть в новом году всегда на позитиве. В любых ситуациях. Всем удачи и до новых встреч.